Всем привет дорогие друзья, подписчики, случайные гости зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. В общем я хочу вам рассказать как я заработал свои первые 100 долларов и как я их вывел с Google AdSense. У меня партнерка Google AdSense. В общем расскажу кратко о своем канале. С 2016 у меня года канал, в общем в 2016 я зарегистрировался и в течение года у меня в общем там меньше чем 10 по моему видео было. В общем за год я там где-то 11 центов заработал, не занимался я каналом, еще у меня попутно были еще там парочку тоже каналов там по несколько видео. Ну не уплотнял я вообще внимания. А потом что-то мне осенило, решил я заняться каналом и тут YouTube как раз новые правила ввел. Раньше кто помнит, если вы закидывали видео, то монетизировали его, монетизация в течение нескольких дней приходила в общем с первого дня. Как говорится вы зарабатывали уже какие-то центы по просмотру. Потом YouTube ввел эти правила, в общем я начал заниматься каналом, приглашал на свой канал людей, снимал рецепты, советы. В принципе около 600 у меня было своих чисто подписчиков, более 5000 было у меня просмотров, но мне не хватало 1000 подписчиков. Я начал приглашать, таким образом люди ко мне пришли и после этого как бы моих подписчиков, мои подписчики увеличивались. Так же с просмотрами. В общем у меня много рецептов, бабуля у меня травмится, таким способом. В дальнейшем я и заработал деньги. В общем я хочу вам показать с какими трудностями я столкнулся. В общем я по этому поводу много в интернете смотрел роликов, информацию читал. Ну многие тоже так и открывают канал там свой и начинают что попало снимать, как они деньги снимают. Заходишь на канал, смотришь у него по просмотрам, что и по подписчикам, что подписчиков около 200 и какие же он там деньги снимал бы. В общем везде кругом одна вода. Заходим в монетизация, настройки AdSense. В нашей стране, в России YouTube, ну AdSense предлагает три варианта. Это через систему Rapido получить деньги, через банковский перевод и по чеку. Ну я вот банковским переводом, сейчас вам покажу, получил. Так, это у меня основной способ, добавить способ оплаты. Вот, настройка оплаты через систему Rapido. В общем через систему Rapido. Да, заходите на сайт, там регистрируетесь, все легко и просто. Вы становитесь не персонифицированным сперва пользователем. А чтобы стать персонифицированным пользователем, вот тут-то и сложность. Дело в том, что головной центр у нас единственный один, он в Москве находится. А система контакт, которая через эту систему контакт, где вы можете зарегистрироваться. В общем, я ходил по всем банкам. В одном банке не смогли зарегистрировать кошелек Rapido. Другому вообще сказали, мы не слышали об этом. Сотовые связи, связной, МТС, Евросеть, Билайн ходил. Ну в общем, связном только сказали, что зная, что это платежная система, могут принимать деньги, но не могут персонифицировать. Короче, чтобы кошелек, там 250 рублей, как в описаниях на сайте Rapido говорят, 250 рублей вы даете. 150 рублей там комиссия, 100 рублей на счеты Rapido. И там в дальнейшем уже пошагово вы делаете все. Тут как бы очень просто добавить имя, отчество, фамилия, идентификатор шаблона системы Rapido. Ну в общем, столкнулся с такой сложностью, что никто меня не зарегистрировал там, не персофиницировал. В общем, я сразу откинул Rapido. Не знаю, те люди, которые через Rapido делают, ничего не могу сказать, но не в моем городе. В моем городе я не смог это сделать. Настройка оплаты чеком. Ну, чеком все просто, но вы будете ждать течение двух месяцев, и потом столкнетесь с такой проблемой везде, где я смотрел все ролики, читал информацию, что в нашей стране, в России практически невозможно обналичить этот чек. Все банки открещиваются или просто не хотят, может сумма незначительная. Ну, вроде бы вот смотрел только, ютубер один говорит, что в ВТБ банк, и то у него там что-то проценты комиссионные, космические. В общем, тоже все это я откинул. И вот настройка оплаты банковским переводом. В общем, пошел я в банк, сделал себе карточку. Сперва. Потом, домой пришел, ввел свое имя, фамилия, латинскими буквами, название банка, тоже по иностранному, BIC, это номер банка SWIF, это перевод, международный перевод счет банка, и номер своей карточки. Ну, все это получилось как бы неправильно. Надо было валютный счет открыть. В общем, пошел я, открыл валютный счет. В общем, вводитесь сюда. Ну, идентификатор получателя, это не важно. Ну, по желанию. Я не вводил. Все, что я сделал, как я получил деньги, сейчас я вам расскажу. Владельник сбанского счета. В реквизитах, когда вы сделаете себе валютный счет, откроете, все вам бумагу дадут там, и там будет расписано. Правильное имя, фамилия, название банка введете сюда. Название банка я ввел, но он меня, в общем, не проходило. Тут красное поле высвечивалось, что-то неправильно. Хотя я все по бумажке делал. Ну, я сделал там название банка, тогда крупными буквами английскими. И, в общем, переживал, что не пройдет. Все нормально получилось. Биг, это, в общем, номер банка. Свиф, это международный, для международных переводов, код. И номер счета. Вот номер счета, как бы, в Америке, там, на Западе, у них называется ИБАУ. Номер счета. Сейчас я вам покажу. Где-то вот здесь. Вот. А, ИБАН. Номер, международный, номер банковского счета начинается с кода страны из двух букв. Но у нас в России нет, у нас просто, он, номер счета, как на, на книжке. Здесь вот, из 30 цифр, у нас, из 20, по-моему, уже не помню точно, как номер счета идет, из 20 цифр. В общем, вводите и повторно. Если в реквизитах у вас есть банк-посредник, я уточнил, у меня в реквизитах указан был банк-посредник. Хотя, банк-посредник был мне указан, здесь я прочитал, что в Google iTunes написано, если только он зарегистрирован в Америке. Ну, мой банк почему-то находится в Вене, Австрии, не в Америке, но он как банк-посредник. Ну, я все равно ввел банк-посредника и здесь его SWIF код тоже. В общем, вот таким вот образом восстановить в качестве основного способа оплаты. Таким вот образом в общем переживал, конечно, что не пройдет, может быть, оплата 21 числа, 21 числа каждого месяца деньги поступают. В общем, мне поступили они 22-го, 143 доллара 67 центов. Я уже заглянул на следующий день я увидел, что с писания зашел в личный кабинет свой, карточки посмотрел. Ну, как бы не снимал их, они там на валютном счете, думаю, пускай лежат. Их вы можете таким образом ну, конвентировать в своем личном кабинете, в общем, перевести их на свою карточку, сами можете либо сходить в банк. В общем, вообще, конечно, вот у нас стране в России с 2017-го года говорят, что стали плотно налоговая, требуют с банков, чтобы те, которые люди получают средства из-за рубежа, ну, допустим, как вот мы ютуберы, мы должны сообщить об этом, но в банке сотрудники банка они делают, в общем, что вы как индивидуальный уже предприниматель, вы 13% платите от той суммы, которая вам перечисляется и таким вот образом там даже доходит до проверки, если сразу не сделать, ну, вот он и называется, поэтому белый канал, серый канал, когда вы не платите налоги, а белый канал, что вы оплачиваете налоги, в общем, я тоже планирую сейчас, чтобы мне в банке сделали, чтобы я уже как индивидуальный предприниматель, хотя там копейки, по сути это дело, это копейки, но все равно закон и закон, придется платить эти 13%, чтобы потом не было претензий, потому что претензии уже может предъявлять банк, потому что с банка это требуют, меня как бы сразу предупредили, что вы можете получить первые суммы, но в последующем, если вы будете получать, развиваться ваш там канал, то с них будет требовать, как бы лучше это сразу делать, потому что потом налоговая потребует, чтобы полный вы доход указали за все месяца, которые вы там получали, и вы запросом отправляете Google AdSense, он вам ссылает, ну точно не знаю, как это происходит, но в общем лучше сразу сделать на первом этапе, не пожалейте эти 13%, сразу сделать, вот таким вот образом, я снял видео, хотел показать, как все это у меня получилось, все легко и просто, вот вам покажу, SWIFT, это международный перевод, и BID, номер банка, ну пишите комментарии, подписываемся на канал, ставим лайки, всем удачи, всем побольше зарабатывать, хотя сильно много тут не заработаешь, я еще раз говорю, это за год, ну посмотрим, в принципе у меня канал делался просто, как многие делают, что как хобби, такое увлечение, показать людям, что ты знаешь, что тебе интересно, в общем, всем удачи, всем пока, пока удачи, удачи, , что